Всем доброе утро! Неожиданно быстро наступил последний день весны. Уже завтра к нам в дверь постучится долгожданное лето. Я уверена, что оно подарит нам массу положительных эмоций, необычных впечатлений и вообще соберет в себе все-все самое лучшее. Не зря же говорят, что лето – это маленькая жизнь. Поэтому давайте сегодня приготовимся к нему вместе с Народным утром. Календарь тихонечко шепчет, что сегодня 31 мая, вторник. В студии я, Екатерина Геранюшкина, и мы незамедлительно начинаем. Сегодня отмечается очень пестрый праздник – Всемирный день попугая. Попугаи – одни из самых известных экзотических птиц, успешно одомашненных человеком. Живущие вместе с человеком, они радуют своей болтливостью и талантом имитировать тембр и интонации голоса хозяина, шум, который издают бытовые приборы и другие необычные звуки. Мало кто знает, но у этих птичек отсутствуют голосовые связки. Все звуки они воспроизводят с помощью клюва и языка. Поздравляем пернатых любимцев с их днем! А теперь давайте узнаем, чем еще интересна сегодняшняя дата. Самая яркая, самая заметная, самая светлоголовая часть человечества ежегодно отмечает свой собственный праздник в последний день весны. Может быть, потому что права белокурых дам, как они гневно утверждают, незаслуженно попираются буквально по всему миру. Светлая дата 31 мая объявлена Всемирным днем блондинок. Согласно официальной версии происхождения праздника, его инициаторами выступили американские блондинки-адвокатессы, которых коллеги-мужчины не воспринимали как равных, препятствовали их карьерному росту, намекая на низкий уровень интеллекта у своих светлоголовых женщин-коллег. И когда блондинкам надоело постоянно терпеть обидные шуточки по поводу цвета волос, они решили бороться за свои права путем основания праздника в свою честь. По другой версии, праздник возник после выхода в прокат в 2001 году американской комедии «Блондинка в законе» с Рис Уизерспун в главной роли, которая и послужила толчком к созданию праздника. Через два года он обрел популярность и в других странах. Героини множество анекдотов. Заложницы перекиси водорода и парикмахерского искусства, невинные жертвы гламура, любимицы настоящих джентльменов и обладательницы гиперженской логики достойно отметили эту дату в России впервые в 2006 году. А именно, решили воздать себе по заслугам и стать лауреатками эксклюзивной премии «Бриллиантовая шпилька» — это первая специальная премия для блондинок. Как считают ученые, настоящая блондинка — явление редкое, и по их подсчетам уже в самом ближайшем времени блондинки окончательно исчезнут с лица Земли. Только за последние 50 лет число блондинов и блондинок сократилось с 49 до 14% от общего числа жителей планеты. Почему это происходит, понять несложно. Натуральный блондин, блондинка — явление редкое, и найти себе пару, тоже светловолосую половинку, и чтобы по любви — один шанс на миллион. Сегодня в ряде стран проходят парады блондинок, конкурсы среди них с награждением лучших представительниц светловолосых красавиц. Берегите блондинок и обязательно поздравьте их сегодня с праздником! Астрологи спешат сообщить, что сегодняшний день перенесет немало неожиданностей, в основном приятных. События могут развиваться совсем не так, как вы предполагали. Вероятно, удачные совпадения и удивительные происшествия. Старайтесь быстро реагировать на происходящее. Будет возможность достичь давно поставленных целей, получить то, о чем вы долго мечтали. Привычные, хорошо знакомые дела могут сегодня казаться скучными и однообразными. Но не стоит ни откладывать их на потом, ни поручать кому-то другому. А что еще ожидает каждого из знаков зодиака, смотрите в персональном астрологическом прогнозе. Внимание на экран! Уговаривать себя на активную работу. Руки сами возьмутся за дела, голова соображает в нужном направлении. А поддержка поступает своевременно. Вообще, о таком дне можно только мечтать. Все удачно сложится и в финансовом плане, если не пересчитывать деньги каждый час. Близнецы. Один телефонный звонок, и вы бесконечно счастливы. Вы наконец-то получите ответ на свой запрос. А это подведет черту под многочисленными проблемами в рабочей сфере. В отношениях с партнером не впадайте в крайности. Никаких разборок и споров. Это скверно закончится. Раки. День наполнится впечатлениями, которые надолго зафиксируются в памяти. В работе нужно быть крайне организованным, чтобы ничего не упустить. Будет немало возможностей изменить статус, стать богаче финансово. Решительнее ведите себя в любовных отношениях. Инициатива не помешает. Львы. Гороскоп рекомендует прояснить ситуацию в карьере. Если кому-то не нравится ваша тактика ведения бизнеса или других вопросов, то пусть ретируются. Да, категоричность сегодня приветствуется. Отличный день для укрепления дружеских и любовных связей. Поездка принесет прибыль. Девы. Ни в коем случае нельзя влезать в чужие конфликты и споры. Это небезопасно как для репутации, так и для здоровья. Иначе нервишки вам потреплют основательно. Благоприятный день для оздоровительных процедур, отдыха на природе и медитации. Вы получите истинное удовольствие от занятий. Предлагаем вам минутку медитации с жуй из московского зоопарка. Потому что нет ничего лучше, чем смотреть, как панда жует бамбук. Посидите, отдохните, подумайте о том, что и кого больше всего любите в этом мире. Ибо, как говорит китайская мудрость, поспешишь – панду рассмешишь. А мудростям нужно верить, как мне кажется. Да и секундочка релакса и дзена утром не помешает. Отдохнули? Теперь давайте возвращаться к серьезным и актуальным новостям. Все внимание на экран. В июне в России в силу вступает ряд законов. Их перечислил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале. С 1 июня в стране на 10% будут проиндексированы пенсии неработающих пенсионеров, прожиточный минимум и мрот. В связи с этим на 10% вырастет ряд пособий и выплат, напомнил Володин. По его словам, в силу также вступит закон о единой системе публичной власти. Он установит пятилетний срок полномочий региональных парламентов, а также порядок и основания для досрочного прекращения полномочий. Согласно закону, руководитель субъекта России будет официально называться губернатором или главой региона. Помимо этого, с 1 июня будет увеличен период выплаты пенсии по потере кормильца для получателей старшего 18 лет, которые окончили школу и не поступили в среднее или высшее учебное заведение. Он будет продлен до 1 сентября года, в котором было завершено обучение, уточнил спикер Госдумы. Он напомнил, что в России в следующем месяце официально появится паспорт болельщика. Теперь продавать билеты на спортивные мероприятия, список которых установит правительство, будут только с его наличием. С 8 июня вступит в силу закон, который сделает социальную помощь более адресной, то есть государство будет оповещать жителей о возможности положенных льгот и пособий, рассказал Володин. Он добавил, что в это же время также законодательно усилит соответственность за нарушение противопожарных правил в лесах. В конце месяца, с 29 июня с 18 до 21 года увеличится возраст приобретения охотничьего ружья. Кроме того, появится возможность использовать для лечения тяжелых заболеваний у детей препараты офф-лейбл, которые уже включены в клинические рекомендации. Ранее президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий штраф за незаконный сбор персональных данных при покупке товаров и услуг. Согласно документу, административная ответственность устанавливается при отказе заключать, исполнять, изменить или расторгнуть договор с потребителем в случае его отказа предоставить персональные данные. Нумерологи спешат рассказать, что долгожданное лето начнется с не самой приятной ноты, но большинству из нас удастся приблизиться к мечте. Сегодняшний день в этом плане будет играть важную роль. Шестерка у руля, поэтому этот день отметится духовным ростом. Число 6 призывает нас к ответственности и самоотверженному труду. Оно раскрывает наш потенциал и пытается показать, что в каждом человеке есть нечто хорошее и доброе. Подробнее о том, как стоит выстроить день оставшимся знаком зодиака, чтобы сохранить эту позитивную энергию в себе, узнаем прямо сейчас. Весы. Если вы намерены что-то расторгнуть или наоборот подписать, то необходимо заняться этим вопросом утром. Возможно, что кто-то из коллег или деловых партнеров протянет руку помощи. Тем более, что в некоторых новых проектах вам разобраться будет нелегко. Энергетика этого дня негативна для здоровья. Скорпионы. Вокруг вас реально сгустятся тучи. Спокойно решайте насущные вопросы и не вздумайте перед кем-либо оправдываться. Если кто-то видит вас в достойном свете, то останется при своем мнении. Замечательный день для диеты, очищения организма и подбора витаминного комплекса. Стрельцы. Этот день вы должны посвятить себе и личным приоритетам. Никого не слушайте. Идите своей дорогой. К человеку, с которым сегодня познакомитесь, возникнет симпатия. Но как часто такие дружеские отношения заканчиваются чувствами? В плане покупок позвольте себе что-то необычное. Козероги. Ваши интересы и убеждения поддержат близкие люди. Вам не будет страшно внедрять в жизнь что-то новое и масштабное. Больше общайтесь визуально, без телефонов и смс. Не исключено любовное приключение. Но будьте осторожны, чтобы не попасть в лапы альфонса или манипулятора. Водолеи. Гороскоп обещает немало приятных минут и достижения целей. Увы, что-то из вашей жизни сегодня утечет, но сожалеть не стоит. Наоборот, поблагодарите судьбу, что она к вам милостива. Не исключена встреча с человеком, которого страстно полюбите. Удача ждет и в деньгах. Рыбы. Этот день запомнится каким-то неординарным событием в личной жизни. Именно оно повлияет на изменение мировоззрения. Хорошо пройдут спортивные тренировки, закаливания и лечебные сеансы. Только не занимайтесь делами, с которыми уже имели неудачный опыт. Многие игроманы мечтают о тактильной обратной связи в компьютерных играх. Согласитесь, даже обывателям будет интересно ощутить это на себе. К счастью, наука не стоит на месте. Такие технологии уже находятся в разработке. Изобретатели покоряют не только мир компьютерных игр, но и другие сферы нашей жизни. Подробнее обо всех этих открытиях расскажут наша следующая рубрика и мой коллега Артем Комаров. Посмотрим, что день грядущий нам готовит. Реалистичные человекоподобные роботы всегда в центре нашего внимания. Роботы, похожие на людей. Роботы-аватары. Роботы-актеры, заменяющие человека. Все самые крутые гуманоидные роботы собраны сегодня у нас в одном видео. Давайте не будем тормозить и оценим все своими глазами. На ютубе этой весной появилось видео с заводов Кореи, где показан процесс массового производства человекоподобных роботов при помощи новейшего 3D-принтера. Роботы с чрезвычайной фотореалистичной обработкой поверхности кожи предназначены для аниматронной установки в магазине бренда дизайнерских очков, где они имитируют сборочную линию. Ролик набрал уже почти 33 миллиона просмотров и свыше 20 тысяч комментариев. Подавляющие части пользователи из разных стран выражают возмущение, негодование и серьезные опасения по поводу такого будущего. Видео длится чуть более 10 минут, в нем подробно показаны стадии изготовления лиц человекоподобных роботов и, собственно, их установка на электронные тела. Настоящее конвейерное производство, но, несмотря на ультрареалистичность, эти роботы скорее предметы искусства и совершенно нефункциональны. Однако, спасибо корейцам за такое яркое привлечение внимания всего мира к робототехнике. Итак, продолжаем знакомство с самыми любопытными новинками. Disney представлял реалистичного автономного робота Грута, способного ходить и танцевать. На разработку аниматроники ушло более трех лет. Да, это тот самый киношный древовидный гуманоид, соратник инота ракеты и член команды Стражей Галактики. Этот Грут, ростом с ребенка, обладает 50 степенями свободы и уже способен менять выражение лица, передвигаться и выполнять отдельные действия и па. Например, махать рукой, танцевать или боксировать. Целью было создать полноценного прямоходящего автономного робота-актера, который был бы почти неотличим от настоящего. В первую очередь, такую технологию собираются применять в парках аттракционов, но, возможно, такая умная деревяшка будет полезен и на киноплощадке. Грут из Стражей Галактики — лишь один из персонажей, которого можно воссоздать на базе этого робота. Как отмечают авторы проекта, конструкция изначально создавалась с учетом того, что машину можно будет переодеть, придав образ любого другого героя. Интересно, кто станет следующим? А еще инженеры Дисней разработали роботы для прыжков в стиле супергероев. Встроенное сенсорное управление позволяет машине выполнять различные комбинации — сальто, повороты и позы с повторяемостью и точностью. Инженеры разработали 40-килограммового робота, который использует датчики для принятия собственных решений в реальном времени. И все это в полете на высоте около 20 метров. Робот знает, когда нужно согнуть для сальто колени, когда надо вытянуть руки, чтобы повернуться, и как замедлить вращение, чтобы точнёхонько приземлиться. Это действительно впечатляет. А это российская разработка — улучшенная версия человекоподобного робота RoboC2. Он поддерживает фирменную технологию Promobot, которая отвечает за реалистичную имитацию человеческих эмоций. Android способен воспроизводить более 600 вариантов микромимики человека. RoboC2 оснащён гиперреалистичной силиконовой кожей и глазами, а также усовершенствованными сервоприводами. За счёт этого робот стал ещё более похож на человека. Правда, страшноватого такого. В будущем этого робота планируют обучить писать на нескольких языках и рисовать. Также Promobot разрабатывает ноги для Android, которые позволят расширить его функциональность. И, конечно, вспоминая сегодня самых крутых человекоподобных роботов, мы не можем не вспомнить про Эмику. В начале 2022 года известная компания представила одну из своих самых передовых разработок. Это был робот-гуманоид, сделанный по прообразу человека по имени Эмика, обладающий человеческими качествами, мимикой и жестами. При создании Эмики британские конструкторы направили все свои усилия на то, чтобы человекоподобный робот обладал максимально естественной имитацией движениям и мимикой человека. Как мы можем видеть, робот может точно отображать человеческие выражения лица. Он может хмуриться, восторгаться и делать удивленные выражения лица. Помимо этого, робот способен производить сложные последовательные движения руками и лицевыми мышцами, а также сжимать и разжимать кисти механических рук. Но руководит его ответами и действиями подключенный оператор человека. Там есть над чем поработать. Эмика представлен пока не в полном варианте, ходить как мы он пока не умеет. Лицо робота покрыто искусственной кожей, но в дальнейшем разработчики планируют сделать ему цвет, который будет практически неотличим от человеческой внешности. То есть этот робот будет выглядеть как живой человек. В общем, поживем увидим, куда нас заведет искусственный интеллект и человеческий гений. А на сегодня у меня все. С вами был Артем Комаров. Хорошего всем дня и личных открытий. Знаете ли вы, что каждый файл, загруженный из интернета, делает ваше устройство немного тяжелее? Например, полнометражный фильм весит много и точно добавит ноутбуку массы. Весь же интернет со всем его цифровым содержимым весит примерно 50 грамм. Эти расчеты сделал профессор из Калинифорнийского университета. Что ж, возможно, так и есть. Нам с вами эту информацию практическим путем не проверить. Поэтому мы перестраховались. Чтобы ваше устройство не потяжелело. И собрали все полезные и занимательные новости в нашем интернет-обзоре. Внимание на экран. В Москвариуме запели моржи. Джоконду накормили тортом. Доктор Осборн получил докторскую степень в реальности. Это и многое другое обсуждают сегодня в соцсетях. Это интернет-обзор. Погнали! В Москвариуме на ВДНХ стартовал заключительный четвертый сезон водного шоу «Сон в летнюю ночь», в котором участвуют цирковые артисты, спортсмены, певцы, танцоры и дрессированные животные. В мюзикле заняты более ста артистов – воздушные гимнасты, синхронистки, певцы и танцоры. Они рассказывают зрителям сказку, вдохновленную старинными обрядами и праздником Ивана Купалы. Главное украшение шоу – обитатели морей и океанов, севучий морж, дельфины, касатки. «Сон в летнюю ночь» открывает номер морских львов-конферансье, которые учат зрителей правильно вести себя, а еще танцевать и хлопать. Главным антагонистом оказывается обаятельная моржиха Лора, которая изображает волшебную пещеру и даже поет. Финальный номер исполняют три касатки. Они выпрыгивают из воды и машут на прощание хвостами. В лувре мужчина на инвалидной коляске бросил кусок торта в знаменитую картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Ничто не предвещало беды, когда посетитель музея неожиданно вскочил с коляски и попытался разбить стекло, защищающее легендарное полотно. Потерпев фиаско, непризнанный гений решил испачкать стекло тортом и разбросать рядом лепестки роз. К счастью, картине это никак не навредило. Свой поступок мужчина оправдал экоактивизмом. «Подумайте о земле. Есть люди, которые разрушают землю. Подумай об этом. Все художники, подумайте о земле. Вот почему я сделал это. Нужно думать о планете», — заявил неизвестный. Непонятно, конечно, при чем тут торт и розы, но повторять поступок горе-активиста совершенно точно не стоит. По крайней мере, во имя здравого смысла. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина разработал спецпрограмму к празднованию 110-летия со дня своего открытия. В музее пройдет тотальная экскурсия. Ее особенность в том, что экскурсия включает бесплатные показы. Например, об искусстве древнего Египта или о легендарной Трое и раскопках Генриха Шлимана. Также в греческом дворике гости могут посмотреть эскиз спектакля школы-студии МХАТ по поэме Гомеры «Илиада». В этот же день посетители будут иметь возможность бесплатно взять на память или отправить в любой уголок страны ламинированную почтовую открытку снимок Михаила Розанова, выпущенную Почтой России специально к юбилею музея. С 1 по 30 июня на Гоголевском бульваре пройдет выставка его фотографий. Серия снимков представляет собой портрет музея со всеми его интерьерами и фасадом. Уильям Дефо получил почетную докторскую степень Висконсинского университета в Милуоке. В 1970-е годы актер там проучился два года на театральном отделении, но так и не окончил вуз. Ему тогда приходилось трудиться на двух работах, чтобы оплатить учебу на театральном отделении университета. В благодарственной речи Дефо отметил, что приехал в Милуоке из маленького городка в 17 лет и был им восхищен. Это было похоже на эмиграцию, но меня не обескуражило. Я тогда решил, что это новая глава в моей жизни – уехать из-за родного города и большой семьи и заниматься тем, что мне интересно. Поделился воспоминаниями артист. Дефо – четырехкратный номинант на премию «Оскар». Зрители знают его по ролям в проектах «Последнее искушение Христа», «Отель Гранд Будапешт», «Ван Гог», «На пороге вечности», «Человек-паук» и многим другим. Это был интернет-обзор. Почаще листайте ленту в соцсетях и будьте в курсе всех событий. Пока-пока! Пришло время прощаться. Желаю вам волшебного последнего дня весны. Пусть он станет отличным преддверием к трем месяцам тепла и буйства красок. С вами была программа «Народное утро» и я, Екатерина Геранюшкина. Хорошего всем дня и удачи! Продолжение следует...